Выбор 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 Ваши выборы приводят мир в движение в определенном направлении. В ваших руках смерть или спасение, изгнание или покой. Вы даже становитесь главной движущей силой политического переворота, если захотите, а заодно и будущего своей приемной дочери. Это, кстати, одна из основных развилок концовки игры. И вот о том, какой выбор лучше, Цири-Ведьмачка, Цирила-Императрица Нильфгарда или Смерть Ласточки, а также как добиться этих результатов, мы сегодня и поговорим. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А также целое море фана. Кстати, недавно вышло большое обновление с несколькими долгожданными и крутыми нововведениями. Не пропусти все это и еще больше совершенно бесплатно. По первой ссылке в описании. А вот по второй ссылке, кстати, вы сможете посмотреть мой обзор на Парагон. Привет, ковбой! С вами Войс Ребус, просто канал об играх. И это видео сделано при поддержке крупнейшего фан-сообщества Вселенная Ведьмака ВКонтакте. Важно! По большому счету, в Ведьмаке два основных финала, связанных с Цири. Хороший и плохой, так называемые жизнь или смерть. Основные различия кроются именно в этих двух вариантах, ведь различия между Цирилой Императрицей и Цири-Ведьмачкой очень незначительные и касаются всего двух игровых моментов. Первый момент это квест «Дела государственной важности» про убийство Родовида. Если вы его убиваете и приводите к власти Роше, то у вас есть шанс сделать Цири Императрицей. Если вы отказываетесь от этого квеста, как, например, сделал я при первом прохождении, или выбираете сторону хромого толстячка Диэкстры, то Цирила автоматически не становится Императрицей в любом случае, вне зависимости от второго момента. Так как война перестала быть победоносной и МГ разжирает собственное знать. О втором же моменте я расскажу немного позднее. Итак, у вас есть условно хорошая и условно плохая концовки. Для того, чтобы добиться хорошей концовки, необходимо из пяти квестов минимум три пройти так, как советовал Гюнтер в исполнении нашего желания. «Раз тебе известно о Цири, ты знаешь, что она для меня значит. Скажи, как мне ее защитить?» «Ты должен запомнить несколько советов. Настанет такое время, когда она придет к тебе в отчаянии. Найди способ ее рассмешить. Настанет такое время, когда кто-то ее предаст. Позволь ей выместить злость. Настанет такое время, когда она заплачет над другом. Поплачь вместе с ней. Настанет такое время, когда ее охватит страх. Вдохни в нее отвагу, но не помогай ей. И никогда, ни за что на свете не дай ей почувствовать, что ты ее предал». Также, совершенно не важно, что вы делаете до битвы за Каэр Морхен. Все моменты, влияющие на итоговое состояние Цири в финале, формируются только после этой битвы и той самой трагической смерти. Первый ключевой момент связан с состоянием Цири после самой битвы. Во время квеста «Пейзаж после битвы» и плохо идущего обучения Савалакхам, у вас есть возможность либо поиграть с Цири в снежки, либо побухать с ней. Не нужно быть гением, чтобы понять, что игра с дочкой куда более положительный вариант, нежели побухать. Хотя, многие могут и не согласиться. Но именно выбирая снежки, вы собираете первый плюсик в карму хорошей концовки. «Да, налей мне еще». Далее вас ждет путешествие в Изиму к биологическому отцу Цирилы и когда-то потенциальному отцу ее ребенка. А заодно и императору Нильфгарда Эмгир Варемрейсу. Во время аудиенции ее папаня предложит вам мешочек злата. И в ваших руках испортить отношения с ласточкой, взяв эти деньги и показав, что все, что вы делали для Цири, вы сделали не ради нее, а ради золота. Черствый ты ведьмак. Это плохая концовка. А хорошая концовка, а точнее еще один плюсик к ее возможности, это не брать золото. Что в целом странновато для ведьмака, который за любую свою работу обычно берет золотом. Впрочем, у вас есть возможность вообще не посещать Вузиму и Императора. Как, собственно говоря, я и поступил во время своего первого прохождения. Но тогда Цири не встретится с папочкой и точно не станет новой императрицей Нильфгарда. Даже если в итоге черные победят в войне. Так что, если вы хотите видеть Цири Императрицей, то ваш выбор Роше в борьбе за власть и посещение Вузимы перед битвой с ведьмами и Имлерихом. А если не хотите, то достаточно в любом из моментов поступить иначе. Я бы сказал, что концовка с Цири Императрицей самая сложная в плане выполнения необходимых условий. Десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто. Округлим до сотни. Все, что вам причитается. Здесь прошу расписаться. Пожалуйста. Но нас ждут еще три ключевых момента, чтобы не дать Цири погибнуть при битве с Белым Хладом. Третий ключевой момент это квест Последние приготовления, когда мы уже уничтожили Имлериха и только-только собрали ложу чародеек, которая вызвала к себе Цири, чтобы еще раз предложить ей занять место среди них. С тобой, не с Геральтом. Хороший вариант событий это позволит Цири самостоятельно поговорить с ложа чародеек. Ведь вы доверяете ей и верите в ее силу. Но видимо я был чрезмерно заботливым папашей и пошел на эту встречу вместе с ней. Благо остальные ключевые моменты я не запорол. Ну, что ты решила? Ты присоединишься к нам? Следующий момент нас ждет в секретной лаборатории пещеры Авалакха во время квеста Дитя Старшей Крови. Когда мы узнаем, что Авалакх следил за генами Лары Дорен и что Цири по сути лишь плод эксперимента, это ее значительно угнетает. Поставьте себя на ее место. И мы можем предложить ей либо принять себя как наследницу Лары Дорен и отдать ей ожерелье, или намекнуть, что она сама вправе выбирать свое будущее и нахрен разгромить лабораторию. Погром это в стиле Цири и это хороший вариант. Но несмотря на то, что я так и поступил, я сделал это только понимая, что так будет правильно, и что за этим стоит хорошая концовка. Но если бы эта развилка не влияла на сюжет, то Ласточка бы от меня получила это самое ожерелье. Что это? Ожерелье Лары Дорен. Красивое, но... Носи его. И последний ключевой момент, это посещение могилы с Кьялем. Отказав ей, мы обидим и не поддержим ее. Но даже играя на плохую концовку, я ну никак не могу отказать ей в этом. И всегда иду с ней на его могилу. Тут просто обычный, правильный человеческий поступок. Благо нам нужно аж три из пяти квестов не запороть для хорошей концовки. Так что одно посещение могилы не спасет Цири. Итак, теперь вы знаете, как добиться той или иной концовки с Цирилой. Пришло время решить, какая же из них лучше. Цири-Ведьмачка это... Не знаю даже как сказать. Условный канон. Это то, чего все это время хотела она. Тут сказывается и дикая привязанность к Геральту, странствиям и желанию быть ведьмачкой. Не зря же книжная сага называется о ведьмаке и ведьмачке. Тут и полная антипатия к МГРУ. И это при условии, что она еще не знает, что он хотел ее, ну, ну, ну то самое. Короче, сделать с ней ребенка. В книгах, в том числе, четко прослеживается момент ее нелюбви к своему будущему как принцессы. Тогда ее папани еще только-только захватывал власть Нильгарде, а потому речи о роли императрицы не было. Так что я считаю эту концовку самой логичной. Как, наверное, и сами Реды. Ведь именно в обличии ведьмачки Цири предстает перед нами в ролике на десятилетие. В финале этой концовки нам говорят, что Цири, через какое-то время обучивший всему у Геральта, пошла собственным путем. И легенды о подвигах ведьмачки с пепельными волосами разнеслись от Яруги до гор Кавира. При этом я совершенно не против, что лет так через десять она все же вернется в Нильфгард к отцу и власти. Она знаменита, хороша собой, сильна и повидала мир с населяющими его людьми и их проблемами. А потому самое время встать во главе империи, правящей большей частью суши и принести в этот мир ребенка, короля королей, о котором говорится в Тайном Пророчестве, и объединить весь мир. Правда, непонятно зачем или перед чем миру объединяться, но это ладно. Кстати, получается, что Эмгир в первую очередь не о дочери беспокоится и не так сильно-то и желает видеть Цири на троне черных, сколько думает именно о ее наследнике. Ведь судьба государства всегда важнее одного человека, даже если это и собственная дочь. Так что даже не знаю, кому такое развитие событий в виде Цирилла императрицы Нильфгарда кажется привлекательным. Впрочем, в финале с концовкой, где Цири возвращается в Нильфгард, нам говорят, что ласточка от кровного отца получила острое политическое чутье, а от Геральта людскую порядочность. И что эти черты у монархов редко встречаются вместе, явно намекая на ее будущее блестящее правление. Но все же лично меня всегда привлекала третья, плохая концовка. Когда недопонимание между мечом-предназначением и владычицей пространства и времени, планирующей спасти мир от Белого Хлада, достигает своего апофеоза. Стоит признать, что Цири, скорее всего, не погибла перед лицом Белого Хлада. Я, конечно, понимаю, что в такого рода свершениях крайне важен эмоциональный настрой, и когда ты чувствуешь за своей спиной Геральта, тебе проще. Но я не думаю, что отказавшись играть с Цири в снежки, ты обрекаешь ее тем самым на погибель. Но так это не работает. Более того, в финале этого выбора нам говорят, что Цири после этого просто никто не видел. И все. Это значит, что мы получаем Цири-ведьмачку, которая решила встать на большак, но одна, как взрослая и самостоятельная девушка. Единственное различие с первой концовкой для Цири, так это отсутствие обучения со стороны Геральта. Впрочем, когда ты владычица пространства и времени, нужно ли тебе обучение от простого ведьмака, ничего не смыслящего в спасении мира? Пиши свой вариант концовки, который ты получил, или хотел бы получить, и почему, в комментариях под видео. А я же на этом заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился ролик, то стоит поставить ему лайк и подписаться на канал. Также я напоминаю, что недавно был запущен проект записки старого ведьмака в Телеграме, где Геральт каждый день делится с нами в формате коротких записок своей историей, приключениями, заметками и переживаниями. Загляните, вам должно понравиться. Ссылочка есть где-то в описании. Мы же увидимся в новом видео уже очень скоро. Но пока на этом, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok